И, наверное, еще я бы отметил в этом подходе, что выступающие все группы не боялись исторических аллюзий, не боялись исторических аналогий, а свободно ими оперировали. Я бы сказал, что было несколько лет подряд, у нас такое опасение, вот мы косплеем прошлое, вот мы реконструкторы, вот мы в нем сваливаемся. Но, судя по всему, мы вышли в такую интересную социотехнологию, петля времени такая некоторая, и мы ей управляем как социотехническим приемом. Берем аналогию, у нее всегда есть ценностная самоидентификация людей, которым ближе тот или иной исторический период, и мы ее используем как действительно социотехнический прием, распространяя свой суверенитет не только на пространство, но и на время. В этом смысле, мне кажется, и вот это вот распространение власти над временем, это тоже часть нашего горизонта. В этом смысле, возвращаясь к дискуссии про суперэкономику, я думал, что это такое. Просто суперэкономика – это система, в которой суперуправляет экономикой. Какая-нибудь задает, собственно говоря, законы, по которым, значит, вот эта вот самость, суперсуверен, собственно говоря, строится. Поэтому смыслы здесь сближаются. Мы видим, как люди из разных совершенно философских традиций приходят к общему нащипыванию реальности. В рамках горизонта вот это преодоление границы между группами, мне кажется, стало очень глубоким. Мы видим людей в зале, я вижу людей, у которых есть собственные суверенные продукты, которые захватывают пространство и время. Наверное, самым ценным практическим результатом я бы записал этот бизнес-план, значит, риск прибыли империи, значит, в качестве трех критериев. И мы можем здесь двигаться дальше и развивать проект дальше.